На Кубани проживают представители более 120 национальностей. Сохранить мир – одна из важнейших задач для силовых структур и органов власти. В преддверии сентябрьских выборов в законодательное собрание края находятся и те, кто хочет нарушить стабильность. Максимально здесь приветствуем различные политические взгляды. Это не запрещено. Но выражение их должно быть в рамках просто правового поля. Просто в рамках правового поля, которое в России существует. И сегодня четко должны понимать все, кто хочет заработать какие-то дивиденды политические совсем неправильным, неправовым путем. У них это не пройдет. И всякие призывы к митингам, если они не секционированы, в противном случае они будут сильными, а мы будем слабыми. Потому что только закон Российской Федерации не исполняем. Мы можем быть корректными, вести диалог, находить компромисс. Но в этой части никого компромисса быть не может с теми, кто пытается подрывать социальную и экономическую стабильность в нашем регионе. Еще одна тема – нелегальные мигранты. Зачастую они становятся слабым звеном в террористической защищенности региона. При этом иностранные граждане, незаконно работающие на Кубани, попадаются даже в крупных градообразующих предприятиях. Вениамин Кондратьев потребовал бескомпромиссно бороться с нелегалами. Мы должны сами себя защищать. Не будем, никто нас не защитит. Полицейский в каждое предприятие не войдет, через каждый забор не заглянет. А вот соберите актив руководителей бизнеса всего и четко объясните. Если кто-то попадется, все краны просто будут перекрыты. Тогда они услышат по-настоящему мужской разговор, который должен с ними состояться. Это сейчас касается всех глав муниципальных образований. Все вы знаете, где кто и что у вас строят или просто производят. Экономика любой ценой нам не нужна. Нам нужна прозрачная экономика, бизнес, конечно, работающий, но современный бизнес в рамках правого поля. На Совбесе обсудили и грядущий праздник – День защитника Отечества. Уже 22 февраля сотрудники спецслужб перейдут на усиленный режим работы. Охранять порядок на выходные будут более 600 полицейских, а также казаки и дружинники.